Ирина Узенева поступила в хирургическое отделение 4-й горбольницы три дня назад. Сейчас у нее послеоперационный период. О том, что у девушки проблема с щитовидной железой обнаружилась случайно. Необходимо было хирургическое вмешательство. Это, конечно, огорчало, но порадовало то, что операцию можно сделать в Сочи. Отлично все прошло. Я думала, будет намного хуже, так как операции у меня не было. Врачи очень внимательны. И Светлане Николаевне большое спасибо за профессионализм. На соседней койке Валентина Михайловна. Она дает нам интервью буквально за полчаса перед операцией. Несколько лет находилась на лечении, я была дурна. Ну и вот, казалось, надо операцию делать. Лечение так не поддается. Современная хирургия сделала огромный шаг вперед. И теперь, благодаря новейшему оборудованию, которое установлено в 4-й горбольнице, и современным методам анестезии, операции проводятся легче и для самих пациентов, и для врачей. Мы сейчас выполняем операцию пациентки по поводу заболевания диффузно-узлового токсического зоба в объем операции экстрапасциальной тиреотектомии, то есть полное сечение удаления щитовидной железы. Но в хирургическом отделении 4-й горбольницы сейчас массово оперируют не только органы эндокринной системы. Здесь также выполняется большой спектр оперативного вмешательства органов брюшной полости, причем лапароскопически, то есть через проколы. Наиболее распространенные заболевания, которые можно оперировать таким способом, это холецист-эктомия удаления желчного пузыря, это лечение всех видов грыж передней брюшной стенки, то есть раньше это выполнялось открыто, на сегодняшний день стандартом золотым является применение сетчатых имплантов, но сейчас их возможно вставлять как бы изнутри. Так что медицина в Сочи уже уверенно шагает в ногу со временем. И теперь не нужно ехать в Край или Москву. Условия для работы в городе более чем комфортные. Это наличие специалистов, которые были приглашены в городскую больницу практически со всех регионов нашего бывшего Советского Союза, а ныне России. Это наличие специализированного оборудования, высокотехнологичного, которое помогает с наименьшими затратами людских ресурсов наиболее точно поставить диагноз, выбрать оперативный доступ и контролировать процесс лечения. И, конечно же, это работа специализированного учреждения в целом. Большие планы у главного врача в области офтальмологии, эндопротезирования суставов, нейрохирургических вмешательств и многого другого, чтобы помогать сочинцам решать их проблемы со здоровьем на более качественном уровне. Гелена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.